Глава 10. Умница, красавица, богачка. Скорректируйте свою жизнь. Ставьте лайк этому видео, чтобы видео продвигалось и как можно больше людей смогли послушать эту книгу. Это будет вам благодарность от меня и поддержка с вашей стороны тоже. Итак, глава 10. По статистике только 10% людей планирует свой год, 5% планируют ближайшие 5 лет и только 1% людей планирует свою жизнь. Более того, последние самые богатые люди на Земле. Они стали богатыми, потому что они планировали. 10.1. Время – самая большая ценность. Разница между успешными и по-настоящему успешными людьми в том, что по-настоящему успешные люди говорят «нет» почти всему. Уоррен Баффет. Время – наша самая большая ценность, и ничто не может вернуть его вам. 10.1. Жизнь определена для каждого в зависимости от условия его жизни, здоровья и от его генетики, и то, что потрачено, нельзя вернуть. 11.1. Можно потерять все деньги в один день, а потом заработать их снова. Можно потерять здоровье и вернуть его. 12.1. Можно потерять мужа или жену, расстаться с кем-то, а потом встретить другого человека и построить замечательные отношения. 12.1. Но нельзя вернуть потраченное время. 13.1. Время – самая большая ценность, которой вы должны дорожить. 14.1. Не зря существует выражение «убить время». 15.1. Порой я сама, посмотрев какой-то сериал или передачу, потом виню себя за потерянное время. 16.1. На что я потратила свое время? 16.1. Что нового я узнала из этого фильма? 17.2. Поэтому думайте, прежде чем бездумно потратить свое время на социальные сети, на неумные передачи или новости, 17.3. На то, что вас не развивает и не является полезным для вас, что не улучшает качество вашей жизни. 17.1. Однажды я услышала фразу, оброненную прохожим. 18.1. Я даже не буду ему звонить. Я не хочу забивать свою голову тем мусором, который он на меня вывалит. 18.1. Это очень верно подмечено. 18.1. Раньше я довольно часто по роду своей деятельности тратила много времени на телефонные разговоры. 19.1. Я выслушивала своих клиентов, их рассказы про то и про это. 20.1. И почти всегда именно эти люди ничего не покупали, не давали никакого развития моему бизнесу, а только тратили мое время. 21. Однажды я была в Америке на крупном семинаре для специалистов по недвижимости. 21.1. И одна очень успешная женщина сказала в своем выступлении. 21. С тех пор, как мне исполнилось 50 лет, я осознала, как мало лет осталось жить, я больше не позволяю никому отнимать у меня время. 22. Я лучше пойду в кино или на прогулку, чем буду тратить свое время на немотивированных клиентов или на ненужную деятельность. 22. Она имела в виду open house. Это когда агент держит двери дома открытыми с часу до двух часов дня в субботу или воскресенье, и любой прохожий может зайти и посмотреть дом. 23. Таким образом агенты пытаются приобрести новых клиентов или быстрее продать дом. 24. Слова, услышанные на семинаре, заставили меня задуматься и начать относиться к своему времени еще бережнее и каждый час своей жизни ценить и проводить с удовольствием. 25. Я думаю, что и у вас так бывало, что вы общались с людьми, заведомо зная, что у вас с ними не будет никакой дальнейшей деятельности. 26. Мы тратим свое драгоценное время ради вежливости, беспокоясь, что о нас подумают плохо. 27. Это неправильно и может сыграть с вами злую шутку. 28. Будьте вежливы, но не преклонны. Не тратьте свое время попусту. 28. Не отдавайте никому свое время. Оно должно быть самой большой ценностью. 29. Помните о времени других людей. Если кто-то уделил вам свое время, знайте, человек отдал вам самое ценное, что у него есть, часть своей жизни. 29. И это самое главное, что вы можете получить от другого человека. 30. Иногда я слышу, как люди говорят по телефону то, что вообще не надо никому рассказывать. 31. Про свои бытовые дела, про отношения с родственниками, коллегами и прочее. 31. Пожалуйста, не позволяйте никому воровать ваше время. 31. Жизнь очень коротка, и в ней надо многое успеть. 31. Поэтому тратите свое время на полезные и правильные вещи, нужные и необходимые вам. 32. А именно на ваше совершенствование и удовольствие, на то, что вы можете делать для себя, а также отдать окружающим. 31. Внимательно относитесь к своему свободному времени. 32. Часто люди используют свободное время очень бестолково, тратят драгоценные часы на глупые сериалы или шоу, в которых ничего полезного для них нет. 33. Такое времяпровождение затягивает, как наркотики. 33. Если вы столкнулись с такой проблемой, посмотрите на свой распорядок дня и постарайтесь распланировать свободное время так, чтобы и отдохнуть, и получить от этого пользу. 33. К примеру, вы можете составить список полезных книг для вашего развития и читать их в дороге. 34. Одна из подписчиков моего блога написала мне, что жила в Подмосковье и тратила на дорогу в Москву на электричке каждый час, каждый день, 1 час 20 минут. 35. Девушка решила использовать это время для обучения. 36. Она составила план и, вооружившись учебниками и тетрадями, занималась самообразованием. 36. За два года девушка выучила английский язык, нашла хорошую работу за границей и переехала туда жить. 37. Какой вывод из этого можно сделать? 37. Попутчики девушки, которые смотрели сериалы на своих телефонах, постили фото в Инстаграм, спали, слушали музыку и т.д., так и ездят на этой электричке каждый день. 38. А девушка переехала в страну, которая ей нравится и получает удовольствие и высокое вознаграждение от любимой работы. 39. Время – та же инвестиция. 40. Подумайте, что вы можете сделать для себя сегодня и что принесет хороший результат в будущем. 41. Возможно, вы улучшите свое материальное положение, увеличите шансы в достижении ваших целей. 41. Посчитайте, сколько у вас свободных часов в день. 42. Потратьте ваше свободное время с максимальной для себя пользой. 42. Глава 10.2. Возраст успеха. 42. В каком возрасте женщина самая счастливая? 43. Женщины часто жалеют о былых временах, красоте, молодости, отношениях и возможностях. 44. Старше, чем Анна Каренина. 44. Можно услышать от женщины в среднем возрасте. 45. Ах, как было хорошо, когда я была моложе. 45. Как жаль, что я уже не могу быть 20-летней. 45. Или как было замечательно, когда мне было 18. 46. Тогда я была стройной. 46. Тогда у меня была лучшая кожа. 47. У меня было множество поклонников. 47. И все в этом духе. 48. Если вы согласны с этим утверждением, то получается, что вся ваша самая лучшая жизнь состоялась, когда вам было с 18 до 30 лет. 48. Это были лучшие годы жизни. 48. Когда вы взяли от жизни все, что могли. 49. А сейчас вы просто живете воспоминаниями и сожалениями. 49. Что же получается? 49. Вы ни во что не ставите свой замечательный жизненный опыт, мудрость, умение разбираться в людях, умение красиво жить по сравнению с тем временем, когда вам было 20, и вы видели жизнь в розовом свете? 49. На самом деле нет никакого лучшего возраста. 50. Во многом это представление сформировано опытом предыдущих поколений, когда уже после 40 лет наступала старость. 50. Вспомните роман Люква Толстого Анна Каренина. 50. Главной героине на момент гибели было 28 лет. 51. Вронскому 23 года. 51. А ее старику мужу Каренину было 46 лет. 51. Сегодня девушки в 28 лет зачастую не имеют ни семьи, ни детей, а занимаются своим образованием, карьерой и путешествуют. 51. Их жизнь только начинается. 51. Одна из самых ценных вещей в нашей жизни – это опыт. 52. Все мы хотим быть уверенными в себе, самостоятельными и мудрыми, забывая о том, что мудрость приходит с годами и с опытом. 52. Поэтому, как бы мне не хотелось выглядеть сегодня так, как я выглядела в 20 лет, я ни за что не променяю сегодняшнюю Татьяну на ту, которой было 20. 53. Мои знания, уверенность в себе и мои достижения нравятся мне гораздо больше. 54. Я уже никогда не совершу те ошибки, которые совершала, когда мне было 20 лет. 54. Самое главное, что у вас есть – это вы сами. 55. Не стоит жалеть о том, что вы не в силах вернуть, иначе вы потеряете вкус к жизни и постоянно будете сами себе ее отравлять. 55. Примите те изменения, которые уже произошли. Посмотрите на себя и свое окружение. Именно на сегодняшний день. 55. Сколько всего хорошего есть у вас? Мудрость, знания, любовь к жизни. 56. Печальная новость – вы не можете изменить свой возраст. 56. Хорошая новость, вам этого и не нужно. Сегодня вы не такая, как в 20. Вы лучше. 56. На сегодняшний день продолжительность человеческой жизни увеличилась на 25-30%, нежели это было 100 лет назад. 57. Поэтому у вас есть достаточно времени, чтобы насладиться каждым периодом вашей единственной и неповторимой жизни. 57. Вы можете быть счастливы с 20 до 30, с 30 до 40, с 40 до 50, с 50 до 60, с 60 до 70 и так далее. 58. Лучший возраст – это тот, в котором вы сейчас находитесь. 59. Идеальным ощущением возраста становится, когда мы с умом и по максимуму используем все его возможности. 60. Конечно, в этом гораздо проще говорить с высоты прожитых лет, когда видишь свою жизнь в ретроспективе. 61. И сейчас я точно знаю, что некоторые советы мне бы очень пригодились в мое время. 61. Надеюсь, мой опыт будет полезен вам или вашим детям, или вашим внукам. 62. Что можно сделать сразу после школы для будущих успехов? 63. Как не хочется думать о чем-то серьезном, когда ты только-только окончил школу и торопишься навстречу приключениям. 64. Перед тобой целый мир, и все дороги открыты. 64. С чего начать молодым людям, которым едва исполнилось 17 лет? 64. Как строить свою жизнь? 65. Теперь, когда ваши родители не несут за вас ответственность, в первую очередь вам нужно научиться брать всю ответственность на себя. 65. За свои поступки, за результаты своей учебы, за свое здоровье и за свою жизнь. 65. Пора стать независимыми от своих родителей. 66. Причем независимость выражается не только в том, что вы приходите и уходите домой в то время, когда пожелаете, и делаете то, что хотите. 66. У вас есть шанс начать самостоятельно зарабатывать свои первые деньги. 66. И ваши личные деньги на карманы и расходы могут дать старт вашей независимости. 67. Вы можете найти себе работу с частичной занятостью, чтобы совмещать с учебой. 67. Подумайте, что вы умеете, что вам нравится, спросите друзей, где они подрабатывают. 67. Работа поможет вам войти в взрослую жизнь. 68. Работа поможет вам стать более организованным и, значит, более успешным. 68. Умение строить свою жизнь не приходит само собой. 69. Поэтому вам стоит подумать о том, чего вы действительно хотите, и двигаться в этом направлении. 69. Первое. Займитесь своей фигурой. 69. Возможно, вы выберете спорт, танцы, йогу. 70. Найдите занятия, которые доставляют вам удовольствие. 71. Разработайте для себя программу и занимайтесь по ней. 71. Вы встретите интересных людей, единомышленников. 72. А физические упражнения помогут вам приобрести ту уверенность, которая вам нужна, чтобы стать прекрасной девушкой с красивой фигурой. 72. Также спорт научит вас дисциплине и частично погасит бушующие гормоны этого возраста. 73. Поможет принимать взвешенные решения и избегать неразборчивых сексуальных связей, свойственных этому возрасту. 73. Спорт научит вас здоровому образу жизни, который войдет в привычку на многие годы. 74. Второе. Вопрос здорового питания также важен в этом периоде. Почему? 75. Большинство проблем с желудком, гастриты, язвы развиваются в этот период жизни из-за неправильного питания. 75. Студенты очень любят фастфуд. Но вы должны научиться питаться здоровой пищей, иначе рискуете заполучить ожирение или сопутствующие заболевания. 76. Третье. Следующий аспект, на который следует обратить внимание, это уход за кожей. 76. Если вы не придавали этому значения раньше, займитесь этим вопросом сейчас. 76. Акни и жирная кожа, засаленные волосы могут стать причиной низкой самооценки и плохого старта в жизни. 77. Четвертое. Не забывайте про здоровый сон. Вам надо тратить на сон не менее 10 часов. 78. Гормональный фонд в этом возрасте требует достаточного количества сна, особенно учитывая большую загруженность, умственные затраты на учебу, физические затраты на спорт и развлечения. 78. Следующий вопрос. Это вопрос образования. Вы можете принять решение найти работу или получать высшее образование? 79. Конечно, это решение зависит от той среды, где вы выросли, от семьи и школы. Я считаю, что каждый должен получить высшее образование. 80. Оно дает широкий кругозор и открывает возможности, чтобы получить хорошую работу. 80. Нередко в университетские годы студенты обзаводятся связями, которые им помогают потом всю жизнь. 80. Но если вам по душе работать руками, стать фермером или реставратором или мастером какого-то дела, это тоже поможет, может стать хорошим выбором при условии постоянной учебы и совершенствования в любимом деле. 80. Шестое. Еще одна особенность этого возраста – высокий уровень стресса. 80. Когда встает вопрос, как с ним справиться, каждый решает этот вопрос по-своему. 80. Кто-то обратится к родителям, кто-то к друзьям, другие могут злопотреблять алкоголем или наркотиками. 80. Прежде чем пойти этим разрушительным путем, я бы посоветовала посмотреть на бездомных, на их жизнь, поговорить с ними. 80. Они тоже думали, что их никогда не коснется такая участь. 80. Наверняка они были не самыми плохими людьми, когда поддались пагодным пристрастиям. 80. Они хотели только попробовать и узнать, что это такое. 80. А все обернулось так, что они оказались на самом дне жизни. 80. И теперь у них нет друзей, и даже родственники от них отвернулись. 80. Представьте, что если вы попробуете один раз, это тоже может закончиться точно так же. 80. Наркотики и алкоголь лишат вас здорового мозга, который вам еще понадобится, 80. Но и создадут высокий риск того, что вы можете закончить жизнь на улице. 80. Седьмое. Конечно же, сейчас подходящее время, чтобы планировать свое будущее. Я бы советовала молодым девушкам сфокусироваться на том и подумать, чего же вам хочется. Вы можете не знать, кем хотите быть, но начать мечтать и записывать свои мечты и планы в этом прекрасном возрасте просто необходимо. Заведите дневник и пишите, какой вы видите свою жизнь, идеальную работу, дом, мужа и так далее. Не стесняйтесь писать невозможное. Позволяйте себе абсолютно все, иначе это все никогда никуда не сдвинется. От того, что вы решите для себя в 18 лет, зависит то, как сложится ваша жизнь в будущем. Поэтому мечтайте без ограничений. Восьмое. Особое внимание уделяйте саморазвитию. Художественную литературу можно на время отложить, потому что сейчас вам важно войти во взрослую жизнь, и без нужных знаний вы этого не сделаете. Сейчас самое подходящее время для того, чтобы изучать иностранный язык. Уверена, вы слышали выражение «мир без границ». Это действительно так, и войти в него будет легче, если вы будете владеть хотя бы английским языком. Пока у вас свежая голова, и все запоминается очень быстро, обязательно займитесь этим. Вслед за английским потянется и второй язык. Лишним это точно не будет. Это откроет для вас мир возможностей. Десятое. Любовь в этот период жизни играет, наверное, самую главную роль. Вам кажется, что вы встретили человека, с которым никогда не расстанетесь. Создадите семью и проживете вместе до конца своих дней. Не думайте, что это ваша единственная и последняя любовь. Да, это замечательное чувство, но сейчас у вас другие задачи. Да и замуж вы выйдете, скорее всего, когда вам будет 27-28, а может и 30 лет. Поэтому не относитесь к вашим любовным отношениям как к чему-то единственно важному. Оставьте место вашей жизни для саморазвития. Особенно предохраняйтесь во время секса. Ваше здоровье превыше всего. Да и материнство раньше времени может скорректировать ваши планы не лучшим образом. 20-30 лет. И вот вам уже 20 лет. Школьные годы позади. Возможно, вы даже успели поработать и сохранить свои личные деньги. Возможно, вы получаете высшее образование. Что же важно сделать для себя в это прекрасное десятилетие? А что делать не стоит? Никогда никого не слушайте. Конечно, в этот период ваши родители, родственники, друзья, все ваше окружение хотели бы дать свой совет. Они уже имеют жизненный опыт, образование, и поэтому искренне хотят помочь вам. Но вы никогда не проживете свою жизнь по-своему и счастливо, если будете следовать чужим советам. Сейчас вы должны слушать только само себя, свой внутренний голос. Вы должны часто спросить себя, чего вы хотите в жизни? Какую профессию вы хотели бы выбрать? Когда я только окончила школу, моя мама не пустила меня в Санкт-Петербург продолжить учебу на филологическом факультете университета, о чем я мечтала. Я осталась в Душамбе. И так как время было потеряно, пошла в строительный колледж по ее рекомендации. Работала в проектном институте. Мне всегда оказалась очень скучной эта работа. Позже я окончила экономический факультет Таджикского университета и работала в различных министерствах как экономист и даже начальник отдела. Работала по профессии. Я только из-за своей добросовестности. Но на самом деле работа мне не нравилась. Это не было делом моей жизни. Моей мечтой всегда было менять жизнь людей к лучшему. Я бы хотела вести такое шоу, как Опра Винфри на телевидении, чтобы помочь людям становиться лучше. В результате я потратила годы на нелюбимое дело и дополнительное время для того, чтобы получить действительно важные для себя знания. Шла семимильными шагами, чтобы освоить дело, которым занимаюсь сейчас. Поэтому всегда получайте ту специальность, которую выбрали именно вы. Первое. Выбирайте профессию по душе. Распознайте свою цель и сразу же приступайте к ее осуществлению. Никого не слушайте, иначе вы потеряете много лет своей жизни на дело, которое не принесет вам удовольствия. И вы ничего не достигнете на этом поприще. Если вы хотите быть юристом, идите учиться на юридический факультет. Не стоит тратить свое время на медицинском факультете только потому, что ваши родители хотят, чтобы в семье был свой врач. Второе. Старайтесь как можно меньше пользоваться социальными сетями. Молодые люди очень много времени тратят на Инстаграм, ВКонтакте, на YouTube. Просторы интернета переполнены девочками, которые не волнуются ни о чем, кроме собственной внешности. При этом вопрос саморазвития их не интересует в принципе. Если вы склонны поддаваться волне нарцицизма, то постарайтесь вести к минимуму просмотр бессмысленных блогов. Помните, вам лично они ничего не дают. Вы становитесь всего лишь наблюдателем, вместо того, чтобы стать активным деятелем, который живет насыщенной жизнью, а не картинками. Вы можете потерять драгоценное время, если будете постоянно выкладывать новые фото и следить за чужой жизнью, пока ваши проходят стороной. В наше время YouTube стал важнейшим источником образования. Это самый легкодоступный и обширный источник знаний во всех областях жизни человека. Используйте его с пользой для себя. Три. Третье. Не слушайте мнения других людей о себе. Если вам кто-то будет говорить, что вы есть в этой жизни, давать какие-то характеристики и определения, например, что вы некрасивая, неудачница, толстая, из простой рабочей семьи и навешивать прочие ярлыки, не слушайте их. Обычно эти высказывания и советы дают не очень умные люди. Те, кто сам всего боится, кто ничего стоящего в жизни не добился. Эти люди найдут миллион и одну причину, почему у вас не получится сделать задуманное. Если вы спросите совет у состоявшегося человека, он всегда вас поддержит. И он точно также найдет миллион и одну причину, почему вам нужно осуществить задуманное. Одна из причин, почему у меня на YouTube развивается русскоязычный канал и я не занимаюсь развитием англоязычного канала в том, что я послушала совет своей англосаксонской приятельницы в Канаде. Она журналистка и проработала много лет на телевидении. По ее мнению, я не могу давать советы англосаксам. Я только могу говорить о том, что я делаю для себя и как это для меня работает. Я подумала, что я действительно могу попасть в просак со своим менталитетом. Это остановило меня. Позже, когда я стала слушать больше подобных каналов на YouTube, я поняла, что это совсем не так. Возможно, если бы я создала англоязычный канал, моя аудитория увеличилась бы во много раз, и у меня появилась бы возможность помочь большему количеству зрителей. Четвертое. Ни к чему не привязывайтесь. Сейчас слишком рано, чтобы заводить семью и детей. Это время, когда вам нужно бежать по жизни, получать удовольствие, путешествовать, развиваться. Вы успеете выйти замуж и обзавестись детьми к 30 годам. Это к вам обязательно придет, когда вы будете готовы. А сейчас, если у вас есть время для радости, свободы и собственного развития. Пятое. Больше времени проводите на свежем воздухе. Если вы большую часть времени находитесь в закрытых помещениях, следует чаще их проветривать и делать разминки. В любую погоду можно устроить себе прогулку, пойти в поход, в горы, в лес и так далее. Шестое. Занимайтесь саморазвитием. Никогда не прекращайте учиться. Даже если вы окончили самый престижный вуз, изучайте литературу по вашей профессии, посещайте курсы и тренинги. Сегодня все очень динамично, все быстро изменяется. Поэтому, чтобы остаться хорошим специалистом, поддерживайте уровень ваших знаний. Развивайте новые навыки. Седьмой пункт. Первый раз я вышла замуж в 19 лет. Вспоминаю себя в 20 лет. Я училась в университете и одновременно работала. В 24 года у меня родился сын Артем. Мы жили отдельно от родителей и все заботы были только моими. Было трудно и, пожалуй, слишком преждевременно. Я потеряла возможность учиться в лучших вузах страны и найти себе лучшего спутника жизни в те годы. В 27 я уже была разведена и осталась с ребенком на руках. Чтобы заработать денег на отпуск, мы с моей подругой по выходным белили и оклеивали обоями квартиры на заказ. Знания о ремонте помещений я со временем расширила и применяю их и сегодня в своей работе. Тогда же я научилась шить. Это умение мне пригодилось в годы перестройки, когда в продаже не было одежды. Я даже сделала из этого большой бизнес. В жизни могут пригодиться многие ваши навыки, полученные не запланированно, а зачастую и выручить в нужное время. Восьмое. Не фокусируйте свое внимание на других людях. В России девушки, зачастую выйдя замуж, растворяются в своей новой семье. Они становятся обслуживающим персоналом для мужа, детей или родителей мужа, уборщицей, поваром и т.д. В Канаде такого положения женщины в семье я не встречала. Женщина всегда фокусируется на себе, и это не зависит от того, замужем она или нет. А окружающие их люди сами решают свои вопросы. Женщины не тратят свое время на чужие проблемы, а продолжают заниматься своими делами. Девятое. Начните свое дело или бизнес. Сегодня бизнес молодеет на глазах. Молодые бизнес леди намного амбициознее, рискованнее, быстрее, мобильнее, чем зрелые предприниматели. Не ждите, пока вы наберетесь опыта. Если вы, например, хорошо готовите или чьете, или у вас есть талант преподавать иностранные языки, то начинайте свое дело прямо сейчас. Чем раньше вы начнете, тем скорее добьетесь успеха в жизни. Не переоценивайте себя и свои таланты. Просчитайте все очень хорошо. Прочтите книги, которые могут оказаться полезными для вашего будущего бизнеса. Найдите курсы и тренинги. Поработайте в подобном бизнесе и изучите его изнутри. Подумайте, возможно, хорошо рассчитанный риск – это то, что вам необходимо сейчас. Но помните, что бессмысленный риск может привести к плохим результатам. Поэтому всегда нужно все тщательно планировать. Десятое. Действуйте на грани своих возможностей. Не стоит идти по пути наименьшего сопротивления, простым и которым ходят все. Если это так, значит вы не напряглись, не вышли из зоны своего комфорта. И ваша жизнь никогда не будет на вершине своих возможностей и достижений. Я думаю, что если что-то было слишком просто, значит это неправильно. Значит цель, к которой стремишься, достается почти даром. И ценишь ее меньше, чем если бы над ней нужно было хорошо потрудиться. Если вам было сложно, значит вы все сделали правильно. Вы действительно преодолели сложности, выросли и чему-то научились. Мы растем только в том, что делаем очень сложно. Одиннадцатое. Не застревайте в неправильных отношениях. Вот это очень важно. Если вы чувствуете, что рядом с вами мужчина, который вас не достоин, между вами множество разногласий, а сами отношения вас напрягают, разорвите их. Рядом с вами еще будут мужчины достойные, хорошие, правильные и ваши. У вас есть множество возможностей, чтобы устроить свою личную жизнь. Двенадцатое. Заложите фундамент своей жизни. И это очень важное десятилетие. Ваша основная задача сформировать себя как личность, определить свою профессию, цели, желания и характер. Никогда больше у вас не будет такой скорости, ясности, энергии и свободного времени, как в эти годы. Занимайтесь собой, развивайте, создавайте себя, получайте удовольствие от жизни. Следующее. 30-40 лет. Семья и карьера. Как все успеть? И вот пришли замечательные десятилетия, и вот прошли замечательные десятилетия жизни, когда вы много путешествовали, учились, искали себя, свое любимое дело и набирались жизненного опыта. Вам стукнуло 30 лет. У вас впереди и вас впереди ждут еще более замечательные десять лет. У вас есть два больших преимущества. Вы еще очень молоды, красивы и полны сил. И одновременно вы уже мудры и имеете жизненный опыт. Первое. Определитесь с отношением к браку. Сейчас как раз подходящее время для того, чтобы создавать семью и завести потомство. Нужно спросить себя, я действительно хочу иметь семью? Мое ли это? И что я могу дать другому человеку, если создам семью? Создана ли я для этого? Или может не стоит портить свою жизнь и жизнь другого человека только потому, что все выходят замуж? И мне вроде бы как-то уже давно пора. Если вы искренне желаете создать семью, взять ответственность за нее. Если вы готовы сделать счастливым другого человека, самой чувствовать себя счастливой в браке, тогда только можно об этом подумать. Второе. Спланируйте семью. Обсудите со своим мужем или партнером количество детей, которое вы хотите иметь. А также время, когда дети должны появиться на свет. Все это нужно обсуждать и планировать заранее. Вы взрослые и цивилизованные люди, поэтому спланируйте это. Появление детей не должно быть для вас неожиданностью, а должно соответствовать вашему видению жизни. Рассчитайте свои силы, время, финансы, развитие вашей карьеры так, чтобы дети гармонично вписались в ваш распорядок. Третье. Развивайте свою карьеру. Текущие 10 лет особенно важны для развития вас как профессионала. Несмотря на то, что в это время вы создаете семью, вам очень важно подняться по карьерной лестнице. Продолжайте учиться, даже будучи в отпуске по уходу за ребенком. Многие женщины не выходят на работу, пока детям не исполнится 3-5 лет. Некоторые девушки, уйдя в декрет, так и не возвращаются на работу, теряя квалификацию. Я не опровергаю тот факт, что детям нужно уделять много внимания, но хочу напомнить, что через 20 лет дети от вас уйдут и начнут свою жизнь, а вы останетесь домохозяйкой без профессии. Кроме того, и вы не сможете показать на своем примере детям, особенно дочери, как быть финансово независимой и свободной женщиной. Поэтому тщательно спланируйте рождение детей тоже. Продолжайте изучать вашу профессию, читайте специализированную литературу, смотрите онлайн-тренинги и курсы. Вам нужно становиться с каждым днем все лучше и лучше самым востребованным специалистом в своем деле. Да, это будут сложные 10 лет вашей жизни, так что нужно совмещать семейные хлопоты и свою карьеру. Поэтому соберите всю свою волю и не останавливайтесь. Четвертое. Покупайте недвижимость. Если до сих пор вы арендовали квартиру, то сейчас самое время приобрести собственное жилье. Не бойтесь брать на себя ипотечный кредит. Как специалист, работающий более 25 лет в сфере недвижимости, могу сказать, ипотека – это одна из надежнейших инвестиций. Ваша задача – собраться с силами, возможно разделить эту задачу со своим партнером и накопить денег на первоначальный взнос. Вы должны договориться заранее со своим супругом, как будете оплачивать этот кредит. В семье, на мой взгляд, все должно обсуждаться и планироваться. Тогда не будет стрессов, скандалов и разочарований. Пятое. Инвестируйте. Повторяю свою предыдущую мысль, что покупка недвижимости, на мой взгляд, одна из лучших инвестиций. Деньги обесцениваются. Покупка ценных бумаг, вклады в паевые фонды и прочее – это для серьезных инвесторов. И для этого вам понадобится хороший брокер. Конечно, здесь все зависит от ваших возможностей, от того, как вы смогли распорядиться своим временем, полученным образованием и навыками. Шестое. Выберите место жительства. В данный период жизни важно определиться, где вы хотите провести ближайшие 10-20 лет своей жизни. Возможно, вы живете в селе и хотите переехать в город. Или выбраться из холодного края поближе к теплым морям. Или хотите эмигрировать в другую страну. В любом случае, улучшить условия своей жизни, бытовые вопросы, вы должны как можно скорее. Потому что очень важно, в какой среде вырастут ваши дети, какой детский сад и школу они будут посещать, с кем играть на детской площадке. Если вы решили эмигрировать, то не стоит с этим затягивать. В этом вопросе вы еще очень привлекательны для работодателей. Вам будет легко вписаться в обществе, нежели чем если вы уедете позднее. Седьмое. Избавьтесь от крупных долгов. Желательно уже в это время выплатить все долги по кредитным картам. Если вы покупаете машину в кредит, сделали ремонт или совершали другие крупные покупки. Это важно, так как вам предстоит деньги не тратить, а сохранять и инвестировать. Восьмое. Сократите потребление алкоголя. Если вы до сих пор не ограничивали себя в алкогольных напитках, то пришло время задуматься над тем, чтобы значительно снизить количество употребляемого. Возможно, вы не станете алкоголиком, но появляется большой риск подорвать свое здоровье и набрать лишний вес. Девятое. Занимайтесь спортом. Не занимайтесь спортом, изнашивающим организм. Если вы большой любитель спорта, то задумайтесь о том, чтобы снизить нагрузки. Врачи рекомендуют выбирать щадящие виды спорта, так как после 30 лет у человека кости становятся более хрупкими, связки уже не такие эластичные, появляются проблемы со спиной и суставами. Поэтому постарайтесь отказаться от изматывающих марафонов, велосипедных гонок на длительные расстояния. Обратите внимание на те виды спорта, которые развивают вашу гибкость, держат мышцы в тонусе и укрепляют спину. Десятое. Возьмите ответственность за все в вашей жизни на себя. Перестаньте думать, что если в вашей жизни есть какая-то неустроенность, значит виноваты родители, друзья, братья, сестры, муж и т.д. Забудьте, это вовсе не так. Скажите себе, я сама решаю в своей жизни все и за все отвечаю. Если до сих пор никто не улучшил мою жизнь, то, скорее всего, ее никто, кроме меня, не улучшит. Поэтому возьмите все в свои руки, иначе все так и останется в том же состоянии. В период жизни с 30 до 40 лет очень важно не останавливаться, а работать еще больше. Теперь пришло время заложить фундамент не только для себя, но и для своих супружных отношений, для детей, для вашего будущего.